Здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Сегодня я хочу рассказать немножечко о том, что среди нас живут инопланетяне, во-первых. Они уже здесь, кругом. Ну, смотрите, вот у каждого из нас есть свой мир. И каждый из нас живет в своем мире. И этот мир состоит из каких-то убеждений, которые сидят внутри нас. И эти убеждения управляют нами. И эти убеждения абсолютно разные. Они формируют именно наш мир. И посмотрите вот на комментарии, которые мне пишут. Очень часто люди из других миров, они мне пишут комментарии. И они говорят, слушай, я тебе не верю. Не может быть. Вот я говорю, слушайте, ну, я хочу вам помочь. Я хочу сделать так, чтобы вы были богатыми. Чтобы вы развивались. Чтобы у вас были деньги. Мы тебе не верим, говорят они. Потому что так не может быть. Я говорю, посмотрите, на фондовом рынке можно заработать 75% за год. Они говорят, это невозможно. Ну, естественно, это невозможно, потому что в их мире это невозможно. И вот эти вот... В принципе-то ничего страшного. Ну, пусть живут в своем мире. Пожалуйста. И таких людей большинство на самом деле. Потому что люди, которые говорят, что все кругом обманывают. И все кругом хотят нас ограбить. Их на самом деле большинство. И этих людей. И эти люди, ну, они тусят, в общем-то, на других сайтах. Обычно, так сказать, там, типа, вот Адские бабки характерные есть. Такой YouTube канал. Там очень... Он классный, так сказать. Там как нас обманывает правительство. Как нас хотят ограбить. Как нас хотят, значит, там еще, значит, там налогами забить. И так далее, и так далее, и так далее. Очень интересный канал. Там вообще, значит, вау! Точно нас хотят все ограбить. Вау! Нас хотят, значит, загнобить. Вау! Правительство придумало еще один способ. Ну, вот это вот классно. Ну, друзья мои, если вы ищите такое, то... Это не на моем канале. На моем канале... Знаете, на моем канале, в моем мире, все люди хотят мне помочь. Все люди... Ну, к любому можно всегда обратиться за помощью, и он поможет. И, конечно, я как бы отблагодарю этого человека. Вот, ну... Цель-то именно помочь. Вот такой у меня мир, и все. Ну, вот так. И они говорят, я тебе не верю. Покажи свой счет. Ну, показал счет. Ага, покажи свои акции. Показал свои акции. Нет, ну, что-то не так, так сказать. Ты все это придумал. У тебя, наверное, демо-счет. Ну, господи, ну... А покажи, как ты, так сказать, заработал. Ага, ты показываешь только, как ты зарабатываешь. Только прибыльные сделки. Ага, убыточные есть. Вот есть убыточные. Да, убыточные. Но все равно ты врешь, значит. Ну, как бы, ну... А зачем убеждать, в общем-то? Вот. Но самое неприятное, в принципе-то, мне все равно, на самом деле, что люди думают. Потому что, ну, если вы хотите, чтобы вас все обманывали, ну, ради бога, значит, живите в своем мире. В моем мире никто меня не обманывает. Вот. В вашем мире все вас обманывают. Вот это, ну, как бы, ваш мир. Но что я хочу сказать, что люди, которые считают... Которые убеждены, что на бирже все друг друга обманывают. Что все хотят друг друга обмануть. Что все хотят друг друга ограбить. Что вас хотят ограбить. Вот. И когда этот человек приходит на биржу, например, да, или куда-то еще, то ведь он ведет себя соответствующим образом. Понимаете? То есть он сам такой. И он говорит, ну, во всем мире все хотят друг друга ограбить, поэтому и я буду грабить. И от этого у нас такая полиция, грубо говоря, которая нас грабит. От этого у нас такое правительство, которое нас грабит. Потому что мы сами этого хотим. Это наш мир. Это наше отражение. Понимаете? И, к сожалению, мне приходится жить вот как бы с такими людьми, которые ну, встречаются у меня такие люди, которые хотят ограбить. Хотя их мало на самом деле. Потому что я стараюсь от них держаться подальше от таких людей. Вот. И наоборот. Я говорю, люди, давайте ко мне, в мой мир, где все друг другу помогают, где все хотят взаимопомощи. И такие люди есть кругом, даже в правительстве, не поверите. Вот. Они есть. Они говорят, слушайте, ну, вот они приходят туда в правительстве, слушайте, давайте поможем людям, давайте поможем населению, давайте сделаем людям жизнь лучше. Но люди-то этого не хотят. Люди не верят. Понимаете? Ну, вопрос-то в чем? Просто верю, не верю. И пока в нашем мире, вот, ну, среди нас большинство людей будут считать, что все нас хотят ограбить, нас будут грабить. Пока все считают, что на бирже кругом, ну, обманывают, но вы приходите на биржу, и вы пытаетесь сразу. У вас мозг просто заточен на то, чтобы, а давайте придумаем способом, как всех обмануть. Давайте придумаем способ, как всех обмануть. Но это ограничивает нас. И еще один момент, еще ограничивающее осуждение, которое я вот недавно обнаружил. Мне кто-то написал, говорит, ну, на бирже-то вот, ты покупаешь, продаешь, и ты получаешь прибыль вот такую, 75 процентов там, да? Вот, вот, но, но ведь те деньги, которые ты получил, это те самые деньги, которые кто-то потерял. И, ну, как бы, ну, то есть они за счет того, что кто-то потерял деньги просто, ну, и поэтому они, ну, не совсем такие хорошие деньги, получается. Вот. Ну, и приводит пример с Газпромом, на самом деле, потому что, ну, если вы помните, по Газпрому, акции Газпрома взлетели ровно в тот момент, когда я их продал. Вот. И говорят, ну, вот видишь, вот видишь, кто-то же на тебе наварился. Ну, почему, ребята? Это же не так совсем. Почему я продавал акции Газпрома? Ну, потому что мне нужны были деньги. Мне нужны были деньги в этот момент, а у меня были акции. И так как мне нужны были деньги, я просто обратился к окружающим людям на бирже. Я говорю, люди, ну, вот вы знаете, мне нужны деньги срочно, помогите мне, пожалуйста, вот у меня есть акции, купите у меня их. И люди с удовольствием купили, они помогли мне. А у других людей наоборот. Они, например, получили какую-то премию, прибыль, там, не знаю, бизнес. Они думают, куда бы их вложить, куда бы их инвестировать получше. Я говорю, слушай, давай вот, наши интересы встречаются просто, смотри, и мне нужны деньги, тебе нужны акции, пожалуйста, для инвестиций, хорошие акции для инвестиций. Вот они у меня есть. Пожалуйста, вот они акции. Бери и инвестируй, получай прибыль. Человек взял и получил прибыль. Ну, я рад за него, за того человека, который получил прибыль от моих акций. Это здорово, это хорошо. Ну, мне кажется, так и надо относиться. Ну, в моем мире вот именно так и происходит, на самом деле. Вот, понимаете? Ну, подумайте, пожалуйста, о том, какие ограничивающие суждения есть у вас. Понимаете? Их очень много. И попробуйте найти факты, которые их опровергают. Вот эти ваши ограничивающие суждения. И вам жить станет проще. Ну, например, люди очень часто говорят, что да, я не буду накапливать деньги. Потому что инфляция, дефляция, там, значит, там дефолт всякий, банк рухнет и так далее. И все это будет бесполезно. Лучше я их и страчу. Это абсолютно неправильно. И это абсолютно ограничивающее суждение. И я знаю достаточно много уже людей, у которых, ну, миллионы рублей вложены на брокерский счет. Брокерский счет. И вот эти люди, так сказать, другие, у которых не вложено, они говорят, брокер рухнет, брокер, так сказать, там, разорится и так далее. Вот. А у других людей миллионы рублей на брокерском счете. Вот. И еще люди говорят, ну, на бирже же все теряют, все, значит, там, новички. Все, так сказать, как бы полное разорение. Но почему-то, да, люди другие кладут на биржу миллионы рублей. Я скажу, сотни миллионов рублей. Они есть. Они существуют. Я их видел, они живые. И вполне довольные, на самом деле, жизнью. Они спокойны. Вот. Они не суетятся. Вот. То есть, это просто ваше ограничивающее суждение. И все, и ничего больше. Подумайте, какие у вас еще есть ограничивающие суждения. Напишите, пожалуйста, вот в комментариях, какие есть еще ограничивающие суждения. И, ну, как с ними можно бороться. Надеюсь, это видео будет полезным. Спасибо за внимание. С вами был Демятков Юрий.